Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры, расскажет рокер Валащук. Про преимущества и достоинства этого отеля я вам все рассказал, но надо же немного рассказать и про недостатки. Их здесь немного, но они есть. Сначала подведу итог под преимуществами. Прекрасная парковка, прекрасное местоположение, финский залив рядом, прекрасные рестораны, которые вкусно готовят. Это особенно понятно стало после нашего посещения ресторана Токио-сити, в котором большую часть блюд я не доел и вообще не съел. Зато чуть-чуть постройнел. Здесь же готовят вкусно. Здесь прекрасный спа-салон. Три бассейна с разной температурой воды. Хамам, финская баня, солевые пещеры, салон красоты, парикмахерская там, все это есть. Отлично. При том, что номерной фонд совсем небольшой. Здесь всего-навсего 66 или 67 номеров. То есть все это удовольствие для этого небольшого количества людей. Но тут есть два недостатка. Первый. Здесь отвратительно берет интернет. Но невозможно работать. Все-таки мы люди, которые не можем безработать. Не потому что не можем, а потому что мы вовлечены в производство. И по бизнесу, и по музыке. Поэтому я сочиняю. Мне нужно передавать это своим членам группы, чтобы они там придумали аранжировки. За то время, пока я здесь пишу стихи. А это невозможно сделать. Невозможно передать. Но даже наши путевые заметки, которые мы первую вывесили, мы не можем ее вторую вывесить. Потому что не загружается в интернет. Он очень слабый здесь. Это один недостаток. И второй недостаток. Вот плохо работает вентиляция. Уходим, закрываем все. Приходим, взорвы в воздух. Приходится настижь открывать окно. И запускать сюда воздух. А так все прекрасно. Мир прекрасен. И удивителен. И жизнь вся наша такова. Когда ты идешь к своей цели, то все это такие мелочи. И добиваешься своей цели. Это все это мелочи. Поэтому всем рокерам привет. Это прекрасный отель. Прекрасный. Особенно после Tokyo City. Ресторан на Бутвале. Хочется быстрее идти на завтрак. Ну все. Отель Residence покидаем. Погода прекрасная. Направляемся в Санкт-Петербург. Отель в Лахта-центре. Называется он Лахта-Плаза. Поехали. И несмотря на низкую температуру. Сейчас опять 18 градусов. Будем плавать. Рокером настоящим. Все ни по чем. Особенно тем, что служили на Тихоокеанском флоте. Ну что, люди добрые. Пойду плавать. А куда деваться? Рокеру без моря никуда. Поэтому передаю все своему режиссеру и оператору. И в море. С Богом. Прощайся, друзья мои. С погодой здесь не повезло нам. Слегка погода подвела. Температура 18. Воздух такой же, как вода. Вроде залив вод в Финске рядом. Только не хочется нырять. Такая в отпуске засада. На море вроде тишь да гладь. Да только холод постоянно. И дождь то льет, то моросит. В воду не влезешь без стакана. Так я давно прекратил пить. Не пью уже почти два года. И не курю уж 20 лет. Все только ради рок-н-ролла. Теперь хард-роком я согрет. Поэтому перед отъездом из резиденц в Лахта-Отель. На зло прохладным нордо-вестом решил нырнуть в эту купель. Разве погода остановит хард-рокера и моряка? Мороз нам только на здоровье. Пошел нырять. И всем пока. Не так страшен черт, как его молюют. Если наши русские мужики и бабы в прорубях купаются в крещенские морозы, то сейчас просто теплейшая вода. И оздоравливаю еще, что самое интересное. Температура воды, повторюсь, такая же, как и воздух, градусов 18. Это не холодно, на самом деле. А когда солнышко прегревает, просто приятно поплавать. Единственный недостаток здесь, далеко заходить надо в море, чтобы на глубину выйти. Это мне напоминает Мариуполь и Азовское море. Там пока дойдешь до глубины, полкилометра пройдешь точно. Здесь то же самое. Так же и в Юрмале. Здесь так. Ну и ничего страшного. Вода, главное, чистая, прозрачная. Великолепно. Питерцам повезло. У них есть финский залив, море балтийское. Поэтому есть куда выходные, позагорать, поплавать. В Москве, к сожалению, моря не хватает. Хоть одна из столицы пяти морей, как говорили раньше. Но на самом деле моря нет. Есть разные там озера, пруды. Но это немного не то. На самом деле не то. Море все-таки это море. Лучше море место не найдешь. А на просторе все переживешь. Море, блеск волны по берегам. Море, за тебя я все отдам. А если буду, даже я на дне. Буду помнить только о тебе. И пришлю подарок для сынка. Вот такой характер моряка. Это моя, одна из самых любимых песен морских. Ее любил петь мой отец. Поэтому я знаю ее наизусть. Такая вот прекрасная, старинная песня. Это не рок, конечно, не рок-н-ролл. А это наша русская балварная песня. Но прекрасная песня. Я люблю такие песни. Морские ванны приняли. Воздушные ванны приняли. Оделись. Теперь пойдем в кафе «Залив». Выпьем кофейку. И в путь в Лахтоплазу. Пойдемте пить кофе. Потом расскажу, что за кофе здесь. Ну, а сегодня что-то погодка прям порадовала. Хоть и 18 градусов, да, 16. Показывает бортовой компьютер. Я имею в виду телефон. Но показывает 16. Но солнце, ощущение, что очень тепло. Повторюсь, я поплавал. Ощущение холода не было. Что еще здесь понравилось? По сравнению с тем, что я был здесь 7 назад. Пляж чистый. Видать, чистят его. То есть мусора нет. Чисто, аккуратно, приятно. Это уже прогресс. Самый настоящий. Но я повторюсь. За бортом 16 градусов. А при солнышке жарко. Мне пришлось даже снять свою коцовейку. Мне даже в футболке жарко. Поэтому в воде нормально. 16 градусов вода отличная. Кофе великолепный. Официанты вежливые. Приятно. Кофе вкусный. Все, кофейку попили. Теперь наш путь будет лежать в Лахтоплазу. Во, вон она вдали. Видите? Некоторые питерцы называют ее чертов палец. Это офис Газпрома. Лахта-центр. Вот туда мы сейчас и поедем. Вон он, красавчик. В стиле Арабских Эмиратов. Лахта-центр находится в Приморском районе Санкт-Петербурга. Башня Лахта-центра – это произведение искусства в области архитектуры и инженерной мысли. Высота башни 462 метра. Это самый северный небоскреб в мире. Считается одними из самых экологичных небоскребов. Башня входит в состав общественно-делового комплекса «Газпром». Куда помимо нее входит многофункциональное здание, арка и стилобат. Общая площадь объектов – 570 тысяч квадратных метров. В комплексе 300 тысяч квадратных метров офисных площадей есть зрительный зал, научно-образовательный центр, планетарий. Панорамный двухуровневый ресторан на 75 и 76 этажах на высоте 315 метров. Общая стоимость комплекса оценивается в 1 миллиард 770 миллионов долларов. Вот такой вот прославленный небоскреб. А перед самым нашим приездом в Лахта-Плазу очень сильно еще прославилась и охрана башни, которая позволила покорить ее руферу-скалолазу по имени Кирилл. Глядя на башню Лахта-Центра, невольно вспоминаешь башню Бурдж-Халифа в Объединенных Арабских Эмиратах в Дубае. Такая же остроконечная, самый высокий небоскреб в мире. Нам повезло, в прошлом мае, за год до коронавируса, нам удалось побывать в нем. Вместе с обеими клавишницами группы Волощука-СД. Которым всегда так сочувствуют многие хейтеры нашего инстаграм-канала. Мы специально проезжали в Бурдж-Халифа, чтобы поужинать в ресторане «Атмосфера» на 122 этаже. И осмотреть Дубай с высоты птичьего полета. Поэтому вкратце расскажу вам и об этом выдающемся чуде техники и архитектурно-строительной мысли. Высота Бурдж-Халифа 828 метров, в нем 163 этажа. Общая площадь комплекса 454 тысячи квадратных метров. Своей формой небоскреб напоминает сталагмит. Дубайская башня проектировалась как город в городе, с собственными газонами, бульварами, парками, магазинами и ресторанами. У подножья небоскреба, в искусственном озере площадью 12 гектаров, находится музыкальный фонтан Дубай. Высота струй в нем достигает 150 метров. Фонтан имеет музыкальное сопровождение из современных арабских и мировых музыкальных произведений. На всех этажах панорамное остекление, в том числе в ресторане и даже в туалетах. Стоимость постройки башни составила полтора миллиарда долларов. То есть, по высоте нашим не удалось, так зато в стоимости постройки переплюнули арабов. А вот она и Лахтаплаза, рядом с Лахтаплаза. Заезжаем во двор. Прибыли в Лахтаплазу. Вот она, красавица. Будем надеяться, что номера здесь великолепные, рестораны вкусные и виды прекрасные. Вот на это будем надеяться. Пойдемте. Из жизни русской профессуры. Из жизни докторов наук. Истории Иван без цензуры. Расскажет рокер Валащук. Расскажет рокер Валащук.